здравствуйте уважаемые зрители сегодня у нас на обзоре новые часы с сайта алиэкспресс как вы видите впечатление у нас такой вот в черной красивой коробочке единственное что они совершенно не совпадают с тем что я заказывал они как продукты совпадает название абсолютно другое и так я заказывал часы джарагар модель а 540 получил часы mce ну все по порядку и так значит коробочка такая черная написано на ней mce by foxy фокси это видимо часть из названия магазина который называется шинджей фокси гардман присутствуют коробочки инструкция на английском языке и на китайском языке всем желающие могут тут разобраться с ней совершенно спокойно ну по крайней мере в таком вот виде так сторонку и вот собственно сами часики в такой поролоновой упаковочке красивыми открываем и что мы видим часы mce совершенно не джарагар ну скажем так я конечно понимаю то это не не оригинальные часы я конечно понимаю что можно прилепить сюда любое название начиная от полета кончая тем же самым джарагаром но тем не менее заказывал все-таки от жарагар и соответственно у китайца было на сайте написано что это часы именно джарагар поэтому объявил я ему спор посмотрим чем все это дело закончится ну вас соответственно поставлю в курс что там как у меня получилось ну тем не менее разберем эти часы потому что кроме названия они ничем не отличаются от этих часов которые я заказывал пусть будут эти часы mce но я буду называть все равно джарагар модель а 540 цена этой модели я покупал за 2221 рубль сейчас она стоит порядка двух тысяч тридцать один рубль шла посылочка приблизительно 27 дней магазин это шенжейн фокси гардмент как я уже говорил сами часы корпус часов это представляет из себя нержавеющую сталь ремешок ну будем говорить что это кожаный ремешок со всеми полагающимися атрибутами на нем тут написано опять mce на обратной стороне видим мы открытый механизм с маятником на которых на ободке написано что это механические нержавеющие стали и модель а 540 ну давайте мы сделаем самое интересное то что мы можем сделать это отклеим вот эти все штучки так на обратной стороне похоже я не видел ничего на такой ничего нету часы круглые как мы видим механические с механическим автоподзаводом у них кстати нет завода такого пружинного это надо обязательно делать на руку чтобы они пошли с вечным календарем то есть мы можем видеть тут в районе девяти часов это у нас день недели в районе трех часов это у нас число между скажем ближе к 12 слева окошечко это год у у нас ну и справа окошечко это месяц то есть полном наличии вечный календарь также имеется имитация скорее всего турбийона тем не менее мне это нравится уж как они по точности не знаю как они будут по точности очень сложно сказать по циферблату сделано все очень качественно все циферки проглядываются хорошо претензий в общем нету полностью сделаны точно и красиво теперь по функционалу главная головка для перевода стрелок имеет только одно положение это перевод стрелок стрелки переводится вот переводится нормально без задиров задергивание различных эта кнопочка переводит месяц все это что было видно переводит месяц ну то мы еще покажем так эта кнопочка переводит в число вот видите на оборотной стороне есть еще две кнопочки вот эта кнопочка переводит год а эта кнопочка переводит день недели сейчас я покажу так посмотрите день недели и собственно год это тоже надо показать девятнадцатый стекло стекло как говорили мне говорит мне продавец стекло это обычное стекло и сзади тоже скорее всего обычное стекло значит по по весу по весу эти часы 82 и шесть десятых грамма по размерам диаметр по веселю у нас 44 миллиметра то что у них водопроницаемость как пишет китаец 1 метр соответственно это часы совершенно не водонепроницаемые и тут надо обращать внимание когда вы моете руки даже или попадаете под дождь то есть вода может попасть в них и собственно не известно чем все это закончится толщину мы не измерили толщина часов 13 и 3 миллиметра ну как говорят китайцы что это дизайн швейцарских часов наверняка они повторяют какие-то копии скорее всего но я пока таких копий не видел смотрю только пока китайские часы пишите спрашивайте какие могут быть может быть у вас вопросы появились по этим часам или не по этим по другим часам потому что вот например часы девайс которые недавно тоже были у меня на обзоре при ближайшем рассмотрении совершенно не понравились может быть мне попался конечно вариант такой бракованный но очень топорно или как сделаны сделано не хорошо но очень много замечаний по точности хода они начинают отставать причем это отставание буквально появляется через через 6 часов приблизительно уже они начинают отставать это непорядок в общем разочаровали меня вот эти часы девайс а вот форшеринг часы которые тоже недавно были совершенно прекрасное впечатление о них очень точно ходят итак часы дирагар скрывающиеся под маской эмсы все я вам про них рассказал какие-то вопросы возникают пишите задавайте предлагайте варианты может быть мы еще какие-то часы рассмотрим поэтому на этом обзор закончен задавайте вопросы пишите комментарии рад буду на них ответить до новых встреч до свидания до новых встреч до новых встреч